кто был героем твоего детства бэтмен 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 обожал всегда он только не исполнял вот я до сих пор не понимаю в чем супер герой в чем сила потому что он вообще ничего типа не супер силы какой-то хорошее черный плащ короче не знаю во первых бэтмен для меня как будто бдс герой во вторых у него нет никакой суперспособности в третьих он какой-то и машины у него говно кого любил рейнджеров красных не видел рейнджеров ты начал с этих как там x-men он начал он начался у нас были рейнджер там красный рейнджер там белый черный или пузики тогда не было этого слова я любил ты же по-любому слышал слышал не смотрел не смотрел рейнджеры не бум тогда режем этот момент ладно видели трансформер рейнджеры это как будто трансформеры да но там в каждом трансформер как будто вот прям человек вот управляет вот такие вот так делать робот начинает двигаться один трансформер там сила воды всего реки это че сэвермонт что ли или какой то ну короче ладно у тебя какой герой у меня не было где-то я не помню любимого мультика него персонажа я мультик знаешь какой любил этого монасты который деньги любил дональд дак дональд дак дональд дак даргинец я его любил потому что у него очень много монет было и он купался да да я любил его это мой любимый персонаж у меня психологическое расстройство было знаете после какого мультика там есть короче один мультик вот примерно как дональда там микки маус короче есть еще один персонаж собака у которого есть собака собаку которую никогда нет ну короче он еще собак собака косточку кидается собака 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 понял я такой не понимал что там что-то здесь не конекта еду собаки 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 прям собака собаки нет человек паук легенда ну какая версия человек паука петер панула какой петер паркер больше да хатер паркер какой ты мишу дать поставить не ручка даже по игре вот ну даже несмотря на все что есть игры раньше какой был человек паук прям ты сидишь целый день играешь а сейчас вот я включил мне как будто уже бесит через десять минут хочется но самый любимый фильм ждать всю жизнь бот такси да обожал тогда еле не нужно не было всегда я легенды и планета обезьян кстати я до сих пор ну каждый день должен посмотреть планету обезьян и до сих пор а бывает такое что вы из-за названия фильма не смотрите фильм типа планета обезьян я уже не хочу типа тупое название меня отталкивается почему тупое не планета обезьян я представляю планета обезьян интересно не хочет что его смотрят и не всегда у меня вот такие названия веселье и потом через силу я случайно фильм меркурий заходит там планета обезьян а у вас бывало что в тиктоке натыкаетесь на какой-то всегда и после этого начинается смотреть а бывает такое что там извиняюсь что перевёл самый офигенный момент они часто такое как раз ходить по ссылке я думаю что там дальше было да вот меня бесит когда смотришь вот этот трейлер тиктоке или запрещенный листаешь рилс фильм вообще бомба смотришь комментариях чтобы найти название а там переходите по ссылке код 17 и ты переходишь листаешь минуте и нет а мне бесит знаете когда листаешь короче это произойдет и если перейдешь отправишь третий поделиться сейчас новое и там какая-нибудь родственница 50-летняя тебя отправляет да что ты не умер если ты любишь и чтобы он умер отправь во втором поделиться у тебя и все тебя отправляют потому что тебе больше всего думать потому что чаще всего тебя ролики дебильный отправляют короче если тебя никто такое не отправляет значит все твои смерти желают меня ни разу не отправляют ну все брата то же самое что происходит алло алло здравствуйте тут этот кпп есть кпп там еще черные ворота вы там стоите вот туда где охрана стоит не слышит я не знаю почему у меня вот недавно это стало года два назад с этого момента я прям очень с доверием к людям отношусь прям безумно то есть до последнего не доверяешь пожалуй как будто жду говна какого-то человека вот я с ним общаюсь и такой хороший и мне долго нужно не знаю бывает через месяц человек такой все родной а вот бывает и общаешься ну как бы ты нужно у меня иногда бывало что человек мне изначально нравился потом через полгода нравился а потом через полгода я так на самом деле все-таки я вот не понимаю где правда вот так вот так вот так такое тоже бывало но в основном как будто у меня наоборот если человек мне не нравится о моменте начнет мне нравится и потом как будто мне кто-то говорит кто-то наводит вот смотри вот он вот это сделал чтобы я такой себя переубедил что я тебя вы знаете сами как настроить так и будет ну да будешь думать что он плохой один фиг ты найдешь не плохой для вас нет больше своей женщины ты все равно найдешь подвольствие ну типа искать искать измену ты сам ее призываешь она так работает они я купил дешевый пылесос он говорил что он не будет работать он уже себя так настроил он тоже я говорю все будет нам для одного ковра не нужен легендарный пойдет хватит он перестал работать они уже выкинь пойдешь снова купишь я говорю не может быть что пылесос два раза проблема просто в пылесос бумага застряла дырки типа воздух проект проходить и он нагревался и выключался вот китайская дешевка они себя так настроили и пылесос для мы бы его выкинули в мусорке лежал бы рабочий но они уже настроили так чтобы это дешевый пылесос он плохой и для них он оказался в мусорке плохой я настроил себе что-то нормальный пылесос он будет заработал и он работает спокойно как одна вещь может по-разному влиять на людей с чего ты ждешь внимание то есть если бы ты изначально настроился к нашему треку хорошо он может здесь быть вот в чем есть в этом да все у нас голове да все нас он даже к людям наверное это у меня в голове то что я вот так настраиваю да все в голове много раз мне такое было так просто на перепады очень сильно притягивает мысли очень сильно если я буду думать искать подвох материальные товарищи она реально так они такого это с опытом приходит как будто бы вот всю жизнь например люди все хорошего потом один плохой такого не надо отворачиваться и у меня допустим себя такое правило типа я всегда открыто вот он сколько меня знает ко всему так я всегда беру одно правило я лучше десять раз вот 10 человек которых я подпустила не делали мне гадость наилучший 10 9 раз ошибусь и встречу одного виту чем я отсек бы отвернулся бы и ни разу бы не стреляет именем один потому что боятся боятся и а не подпускать всех но это типа но остаться одному одиночество это очень страшная вещь одиночество отжалать кстати да я тоже боюсь вот у меня один из самых больших страхов это остаться один нет даже не один стратный нужен на рык за тебя вы только здесь понимал насколько мы все здесь разные очень очень даже даже моменты как как будто мы на разных языках я так говорил я что несет этот язык я еще не выучил это это язык смазался а помнишь когда мы прикалывали в туре когда он говорил книгу когда прочитал он на той волне был Да, 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 я помог, потому что я помог, или помог, потому что я хотел показаться, что я помог, а я уже замкнулся, зачем столько думать? Да, слушай, в этот месяц, когда мы ездили в марте, он читал про эту книгу, что я придумал, что я придумал, потому что не придумал, потому что я притворился. Сейчас скажу, в чем прикол. Я говорю, я помогаю людям, потому что хочу помочь, или я помогаю людям, потому что хочу показаться, что я такой правильный и помогаю людям. Я понял, что я хочу показаться правильным. Больше, чем на самом деле хочу помочь. И мы всю дорогу прикалывались. Брат, возьми кофе. Это на самом деле, как я притворяюсь, что я хочу помочь? Или на самом деле хочу помочь? Ты взял помочь и притворяешься? Я типа там предложил кофе, чтобы показаться что-то. Да, что-то хорошее или что-то. На самом деле, это для меня вот такие интересные... Прикольно было, прикольно было. Интересные вопросы. Я в следующий раз с другой командой соберу что-то. Вы даже не будете знать об этом. А теперь он другую же книгу прочитал. И там написано, что нельзя с одним и тем же... Я даже не хочу про Николаса Спарского с вами обсуждать. Про кого? Дневник памяти. В августе будет нейросеть. Вы понимаете, что нейросеть что такое вообще? Нейросеть можно из вот этого сделать вот это. Кстати, что вы думаете про нейросеть? Я думаю, буду исчезать. Но он мне про нейросеть постоянно... Мне тоже так кажется. Мы просто в России чуть-чуть немножко отстаем от этого. Потому что его только изучают. Есть люди, которые изучают и шарят в этой теме. По программам все к ним, по этим уже делают. Но благодаря этому многие уже начинают понимать, что через нейросеть может фотографию сделать вот такую. По запросу можно такое сделать. Ты уже знаешь, что вы в музыке уже используют. Вырезают голос, вырезают это, вставляют это. Ну, потихоньку уже не боятся к этому. Ну, я боюсь этого. Я любой новизны боюсь. Мне не нравится новизна. Ну, а кто... А кто начинает первым изучать это, бывает на шахте. Как с тик-током, говорится, все... Все боялись инстаграм, все боялись тик-тока, все боялись контакта. Я, типа, любил контакт, не хотел бы... А сейчас вообще в контакте не сидишь. Но мы любим в контакте. В контакте, хорошие артисты. Слушай, это что я хотел сказать. Но вам не кажется, что тот же самый искусственный интеллект еще больше берет индивидуальность вот этого всего? Как будто больше. Больше будут люди, как будто ты хочешь сказать, это да? Теградация полная. А, что тебе их списать? Интеллект давай вылечить. Кстати, мне предлагали так делать. Говорят, делаешь, типа, там же не все прям идеально. Можешь чуть-чуть доработать и спеть. Ну, типа, он может тебе обширно дать мыслить. Ну, как и раньше, столько людей не пело. Ну, как будто бы не то. А сейчас каждый второй тип может петь. Нет, сейчас не то. Но потом станет то. Тогда и многие профессии, и спрос на многие вещи пропадет. Ну, сейчас и дизайнеры. Вон, мне кто-то, я не помню, написал, типа, миджерни, миджерни, как-то называется, и там делают обложки. Я не знаю, как все. А, кстати, да. Прикинь, просто, брат, ты пишешь, окно, и не знаю, там, и самолет. И там в окне самолет и обложка все. Индит, ни у кого нет. А, ну да, да, сейчас есть. Красивый, кстати, обложки. Кто-то раз мне кто-то показал. Я тебе, наверное, что-то. Ну, я вам могу показать. Ну, я вам могу показать. Ну, блин, мне страшно. Это прям, да. Страшно, что деградация идет. Чем не захочет уже думать. Нейросеть, петь, не будешь. Так сидишь, думаешь, что на обложке сделаешь? Сказать, чтобы это нарисовали? Или свое лицо сказать, чтобы... Или вот это написали? Время. А сейчас понял? Алло, все, нейросеть сделал сейчас. Самолет, там, вода, да. Да, у нас сейчас все время, понимаешь? Время всех это быстро-быстро. Контент потребляется быстро. Люди все время где-то в дороге почитал, это посмотрел, перед сном послушал на работе. Все пытаются как-то вот так. Так, ну, это может быть носковский ритм жизни. Нет, мне кажется, сама жизнь стала вот так, 15 секунд. Мы как будто по 15 секунд. Мне кажется, через года три песни будут вот прям минуту идти. Припев. Полторы максимума или минуту, да. Начало пустое без слов. Как на радио. Припев, и конечно. Как на радио нарезки делают. Ну, что-то сделаешь. Слушай, на радио нарезки же идут полторы минуты. Типа машапы? Ну, нет, вот я многие песни раньше... Они просто их вырезают, как удлиняют. Я даже не знал, что есть второй куплет. Я, в общем... Реально. Еще не за день поет, потому что... Я не знаю, что есть второй куплет. Знаешь, почему? Потому что там... Ты гадик поет. Да, там просто идет припев. Куплет, припев, и все. Может, поэтому наш трек не послушали. Да, и ты реально... Я не знаю, какие там радио есть, которые нарезки делают. Многие используют так. Но реально слушаешь припев, куплет, припев. А потом случайно слушаешь в другом, там, Яндексе или ВКонтакте, где-нибудь там послушал. Оказывается, целый. Он вообще... Оказывается, еще и куплет есть еще один. А у вас бридж есть. Бывало, когда... А тебе эта информация, оказывается, достаточно. Я понял. А бывало, что вы послушали там где-то в ТикТоке отрывок, и потом послушали весь трек... Вот по поводу времени как раз и песен, мы уже про музыку обсуждаем. Вы заметили тот факт, то, что чем песня короче, например, 2 минуты 12 секунд. Ее как будто... Ну, если в целом песня хорошая, и куплеты хорошие, но она короткая, ее хочется переслушать. Но при этом, когда ты сам делаешь такую песню, ты думаешь, блин, коротко, наверное. И люди в комментариях пишут, коротко, да, вот-вот, коротко. А все равно... Ну, переслушивают. Ну, да. Все равно ты полторы минуты сделал, или три минуты, все равно они будут слушать буквально чуть-чуть. И потом они хотят уже новое. У меня есть такая проблема. И у всех она бывает. Когда вы написали песню, и вы ее заслушиваете до дыр. Первый день, первые два. Ну, все нравится, конечно. Все нравится, а потом тошнит от нее. Ну, да, это нормально. Прям очень много. Прям очень много. Смотри, вот сейчас... Вот сегодня у меня есть треки в плейлистах, которые я слушаю вот со времен, знаешь, когда были Motorola, там L6, там чип 128 мегабайт, короче, вот это все. Я до сих пор слушаю с таким же удовольствием. Старые треки? Старые треки. Да, если такое, да. У всех такое есть. То есть, не то, что у меня там что-то поменялось, и я сейчас все, типа, мне надоедает. Старые треки? Я сейчас как есть. Потому что время другое, восприятие. Это как первое впечатление, мне кажется. Знаешь, ты же видишь, что все слушатели сейчас трек в области, они... Когда новый? Слушай, послушайте. Нет, потому что слушать старые треки, я с удовольствием слушаю. Треки на футбицей, это просто то время, это впечатление отпечаталось на тебе. Ты новый треки не с таким слушать, да. Потому что это в действии, ты первый раз, ты что, у меня этот арашки, когда выходил, я кайфовал с него, ты что. А у меня диктофон 15 секунд записывал, я ходил на велике, крутил 15 секунд, и теперь и слушал. И эти, и фильмы также, старые фильмы интересные. А может быть, я снова углубляюсь, извините, пожалуйста. Может быть, просто мы поврослели, а сегодняшние дети 4-х, так же вот эти треки, как мы тогда с ноутбогов. Есть такое. Надо посмотреть попозже, что будет. Есть, есть такое. А мне кажется, другое. Мне кажется, что музыки стало настолько много, что она потеряла ценность. Гев, эти дети через 10 лет, они не вернутся к этим трекам. Нет, они вспомнят промежуток своей жизни, что в школе было вот это. Я очень много знаю девчонок, которые одни и те же треки слушают, повторить, целыми днями могут слушать. Новые? Просто целый день можно слушать. Новые? Новые? Да, вот эти вот, чартовые, да. Про любовь, вот просто целый день. Вот эта малыш песня, я вместе слушал каждый день однажды. Что? Как? В день по пять раз. Человек может слушать. Я и балу слушал много. Процент маленький. Все равно процент маленький. Я не знаю. Люди быстро устают от песни. Нет, есть, нет, есть люди, которые влюбляются и слушают. И очень мало процентов песен, которые вообще по России вот час, которые выходит, чтобы там, знаешь, годами слушали, годами хит, как раньше был, знаешь? Печень выпустил. Шлягер, да? Шлягер год. Вообще год, два. Но это вообще. Но людей все равно бывает такое, что они по много раз слушают. Это мы слушаем. Нет, но я вообще в целом. И мы этим занимаемся. В целом, ты видишь, какие хиты сейчас? Хиты выходят, говорят, все хит, да. Послушали вместе, устали. Давайте другого послушаем. А раньше такого не было. Долго не осталось. Ну да, если даже сравнивать. Не брать нас. Сравнивать даже пять лет назад, треки оставались на позициях дольше, чем сейчас. Да, а сейчас? А сейчас уже устает. Быстро, быстро, быстро. Потому что время. И в Ютубе также люди смотрят. Большинство людей уходят после двух минут, двух с половиной. По статистике Ютубу входит. Ну да. Поэтому не уходить никуда. Нет, сейчас очень, очень тяжело обратить, удержать внимание. Удержать зрителя, завлечь его чем-то. И да, максимальная конкуренция огромная. Очень тяжело. И формация тьма. А раньше, что информация была? Телевизор один был, да? Да, что по телевизору видел, то увидел. Кстати, я помню, как я в детстве там Киркорова смотрел. Мы в детстве знали по таймингу по телевизору, что, когда, во сколько будет. А это передача. В газетах смотрели? Да, да. Я подчеркнул мультики какие-то. А черепашки нигде кто смотрел? Да, все смотрели. Кстати, первый трек как ты написал вообще? Сам первый трек? Да. Я сидел смотрел интервью Рамиля. Он только начал стрелять. Я выключил интервью и пошел писать первый трек. В этом доме. Загородном. Нет, нет. В Новосибию. Дома. В Новосибию, да. Загородном. А как ты писал? Просто написал? Да, просто без бита. Просто писал текст. Я там любил тебя. Да. У него бит такой. Плюс-минус такой. Не, бит потом что-то за 2-3 тысячи где-то ВКонтакте. У него в то время еще были биты на 2-3 тысячи. Нифига себе. В его детстве было, брат. Не, это уже не детство такое. Там я уже где-то работал. Когда бит стоил тысячи пятьсот рубли по акции. Я записывал на эти. Музыкальный центр был. И там можно было А, Б ставить. И перемотка. И в конце Эйкена на бит Лонли есть. Просто бит. И тогда нападение было на Республику. Там война. Один день был суета короче в городе. И биологичка принесла стихотворение. Про небо тучами закрыто. Солнце больше не видать. Там что-то что-то короче такое. И я на этот стих. Подключаем по триплоеру диктофон. И просто на этот стих. Шестьдесят дублей. И я её наеду слушал. Музык. Где Батучин? А мы пенём и сярём. Заело. А знаете, что мой первый опыт. В принципе с музыкой что? Я понял. Я понял. В моем детстве есть Эдвардс Майя. И этот. И акцент. Акцент да. Акцент давно был. И Эдвардс Майя это стерео лов. Такой он любит? Это же он. Та-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Не знаешь что это? Это да? Я знаешь как это переформатируют. Угадан Глоти. Да-да-да. Да, вот это Эдвардс Майя. Еще параллельно. Еще параллельно. Был трек акцента. Такой. Ты пирин, ты пирин, ты пирин, ты пирин. Ты пирин. Это похоже на. Я так. А может их склеить? И у меня там был, я не помню как назывался, Sony Forge по-моему. Такой плагин был. Ну программа такая очень. Знаешь какая программа где можно переформатировать там mp3-шку там 320 кгбит на 128 чтобы в чипе там место освободилось. На Windows эта программа была Neo, там был видеомонтаж, звуковая. Или такой, я не помню, есть еще Sony Forge 11, вот там. Я, короче, этот, акцента, и они были на одной тональности, по-моему. И ты их склеил, да? И там. И потом. Да, и вот так склеил. Ты сэмплировал, короче. Я вот так склеил, и там папе, по-моему, показал, он ничего не понял. Я такой, блин, почему никто меня не понял. А для меня это было типо. Ты через пробу взял или две кассеты вот так взял прям? Нет, через программу в этом. В первую очередь. В первую очередь. После этого я это, типа. Перестал этим заниматься. Давай лучше споем, да? Нет, я это делал. Я еще, так как у меня был в детстве Motorola без чипа, то есть не было памяти. У меня в Motorola было 10 мегабайт памяти. L6, кто помнит. И у тебя просто на заставке красный BMW. Нет, смотри. Который занимал все. Короче, в нашем селе было популярно два телефона. Даже три, сейчас скажу. Георга? Это L6, которая без чипа и встроенная память 10 мегабайт. Это Motorola тоже? Да. L6. Да, из которых из 10-1,5 мегабайта это процессор мотоцесса. L7 это тоже самое L6, но Canro лучший чип есть. Туда можно 128 мегабайтов этот и кредит. Есть Nokia 6300, по-моему. Что? У него опять кашляет воздух. Потолок в поселок. Там такая желтая х**а. Брат, Джан, что-то у тебя потолок черный был. Ты дно встал и куда-то жарил. А ты не видел у нас на скоте дырка в потолке еще? Выкашлил его. Каждый день 2-3 раза так дели. Если бы так каждый раз будешь делать, то трещину даст. Короче, не дали я сказать. Я забыл уже. Сколько лет тебе было тогда? Когда ты его первым делал? А, у нас в селе было L6, помните, без чипа, это мой. Ил-8. L7. Не Ил, L. L7 с чипом из хорошей офигенной камеры. И Nokia 6300, которая была там, там все можно делать. У меня была L6. И у нас в селе, типа, мы с ребятами, там это, наверное, пятый, шестой класс. Мы любили, типа, понтоваться, у кого громче поют. Телефон. Ты что, стакан ставил? Нет, у них у всех было громче. Потому что мой самый слабенький телефон. Я брал вот эти самые, слушал, какие они треки слушают. Брал же такие же в этот. Прыгал. И их загружал, понял? Прям громко делал. Они там пердят вот так. И в телефон. Ты в программе громче делал? Да. А, я понял. Но там ни компрессии, ничего. Просто громко делал ни хераченку. Да, да, да. И такой, давай, давай, что там. Я понял этот момент. И, короче, с этого все начиналось. С этого, давайте, да. Они все покупали этот телефон. Думаю, что он, капец. Тебе надо было... Ему надо было просто в сотовом работать. Я компей поднимал, и все громче. В сотовом надо было работать. Вы слышали, какая здесь музыка нет? Там телефон за тысячи пятьсот рублей. А, мам, что на фоне гостя? Не, не, у меня любовь с детства, вот, типа, там, что-то делать переделывался. А у тебя что там? Первый трек. Ну, какой первый трек? Ты видел ноутбук? Влюбился, что ли? Я видел ноутбук. Какой ноутбук, брат? В те времена Wi-Fi ничего не было, какие ноутбуки. А, ты же еще старее? Я же еще старее, да. Он на DVD-диски сводил. Квадратный. Серьезно? Я на DVD сводил, знаешь, как? Я купил в ресторане, короче, два DVD-диска. Ну, вот этих. Два DVD-диска. DVD-плеера, да. Один сюда поставил, один низ поставил. Сильверистый, вот так. Джан Дигай 2. И, короче, чтобы люди не останавливались, танцевали. Сначала включал один трек. А, я помню, папка была. Да, и это параллельно, где я параллельно тут включил. Чтобы вот так, когда песня закончится, это уже заводилось. А ты просто... А как ты их на одном экране держал? В смысле, какой экран? Экрана нету, какой экран. А, просто DVD-включил play. А, там AUX. А, к одному каналу. И там play, там пауза. Да, да, потому что ты сам знаешь, как песня закончилась, а у тебя, допустим, другой диск надо поставить. Это надо нажать. А то бывает диск не читают, потому что... Брат, я сейчас это другое разгадал. А это второй статус... И люди стоят ждут. Когда же он... Нет, так и не работает эта система. А самый прикол, когда начинаешь петь, и, короче, диск уже все, капец. Понятно. Все, вытаскиваешь другой диск, по 15 песен не делаешь, чтобы запасной был, потому что было вот так заедать часто. CDR, DVDR. Когда что-то запрещали, я, наоборот, еще больше хотел это сделать. Мне папа говорил, вот так вы сидели на кухне, покушали семейно. Типа, я, мама, папа. И он так берет... Берет сигаретку так, закурит, и я прям вижу по его глазам, как он кайфует. И он мне говорит, Часахес, типа, не кури. Да, он говорит, узнаю, что куришь там, ого-го. А я смотрю, он прям так затянулся с аппетитом, я думаю, ой, как хорошо, сейчас, наверное, надо попробовать. Я попробовал первый раз в 7 лет, у меня папа с другом пришли, мы жили в частном доме, они на улице покурили, там копейка старая, была нерабочая уже. И бычок кинули... Да, да. Ну, не один раз мне было... Я смотрю... Я смотрю, понял, сигарета недокуренная, я такой, о-о-о, и не потушенная, спички не надо, зажигалку не надо, бери, кури, что еще? Я не все, папа пришел, поцелал, такой, все, я ухожу, там, туда-сюда, все, увижу, все уехали, посмотрел, никого нет, подошел к этой копейке, взял этот бычок и побежал с задней стороны, там, типа, забор, ничего не видно, никто не увидит. Ну, все, сделал пару тяжек, думал, ну, тебя покашлял, выкинул, и он напоследок опять целует и запах, он мне таких пи***ей ставил, прям, очень жестких, я с тех пор понял, я очень боялся сигареты, до лет 14, наверное, потом первый раз, 7 лет продержался, по-сотому, да, 7 лет продержался, потом первый раз, второй раз уже начал курить, и так вот, как это пошло, то есть, со скольки ты куришь? С класса, с девятого, до девятого класса занимался спортом, потом начал курить, потом, да, но я сигареты активно, как бы не курил, я пробовал, мне, ну, как бы я месяц покурил, потому что круто, в перерывах, выходить на улицу за гаражом, у вас есть какой-то коллектив, который вы общаетесь, именно там, когда вы курите, понял, это прям прикольно было, мне папа, наверное, из-за того, что он не говорил, что говорит, ты плохо у тебя, побью, если будешь курить, он мне говорил, когда первый раз покуешь, мне скажи, наверное, поэтому я покурил первый раз, 20 лет, 19, когда уже есть, да, и то я покурил, потому что все, ну, я села приехал в город учиться, и там все, типа, такие, апэ, апэ, вот это все, все стоят курицы, мы еще в этом, в общаге живем, все там курят, там, они даже, когда курят, как-то по-другому все рассказывают, мне казалось, что они меня, что-то не воспринимают серьезно, я такой, давай-ка я тоже закурил, чтобы у меня, типа, на одном, вон, и позвонил папе, сказал, я покурил первую сигарету, он такой, ну, что сказать тебе, поздравляю, поздравляю, то есть не было вот этого, вот он туда-сюда, поэтому, вот, кстати, не запрещал, поэтому не в 14 или в 7, а в 20, так мы к этому и пришли, где там, я бросил курить, и все бросаются курить, да, курить это плохо, кстати, не бывают бывшие наркоманы, а сигареты, это тоже наркотики, и мне до сих пор, я два года не кулю, а сладко это наркотики? так хочется, а? сладко, да, прости, это наркотики? нет, а я думаю, что да, зависимо от сладкого, от мучного, это наркотиков, смотря, как ты его воспринимаешь, если ты без него не можешь, и думаешь, что сладкое тебе дает какое-то, какие-то цвета в жизни, и без этого ты в дипреснике, тоже наркотики, а по-любому, а если женщина, что женщина, ты не можешь без женщины, тоже наркотики, ты не можешь без женщины, или ты не можешь без секса? нет, именно без женщины, ну, общаться, ну, типа, у нас получается, есть все время какая-то потребность, да, типа, от сладкого, у кого-то от сигарет, вот от наркотиков, вот от женщины, я думаю, просто интересно, я рассуждаю, если у тебя потребность здоровая, типа, нету фанатизма от того же сладкого, от женщины, то это нормально, ну, вот, а если у тебя фанатизм от чего-то, и ты без него попадаешь в депрессию, и тебе плохо, и тебе кажется, что ты беспомощен без этого чего-то, значит, это наркотик, ну, получается, и женщина же может быть наркотиком, сладким, может быть наркотиком, обычно, я вот не могу, я себя без хлеба что-то поем, я не наедаюсь, мне надо хлеб, я люблю тесто, я бы прям, вау, для меня это прям вообще, ооо, я люблю сладкое, да, сладкое, вот это вот все, и, соответственно, если мы это любим, то это наркотики, ну, смотря как ты любишь, я люблю очень, если ты прям, не покушаешь хлеба, и день не удался, не, ну, не настолько, но я прям вот люблю очень сильно, вот, ради хачапури могу вот все что угодно, ну, даже не каждый не укуш, люблю очень, ради хачапури, люблю, мы тоже любим хачапури, хинкали, но мы не кушаем их, потому что, ну, мы взрываемся, ну, вот я не пробовал кушать без хлеба, ну, в плане, я, конечно, пробовал, но, если я ем, и могу позволить себе купить хлеб, с хлебом покушать, что я всегда кушаю хлебом, ну, не знаю, мне кажется, всему мера должна быть, да, это понятно, даже вино, если пить в меру, оно полезно, да, если не пить в меру, то, конечно, нет, мне кажется, он сильный стал, мне кажется, если пить в меру, если вообще что-то делать не в меру, то это хорошо, если пить в меру, то это в меру, то это вода, то это вода, а если пить не буду, то это не вода, то это не в меру, ребята, вот, как думаете, вот эта нота так должна была играть, или это вообще холодильник у меня в руках, хотя они не знают, что он может разговаривать, голосом, а ты всегда меня породируешь, можешь его породировать, я могу его породировать, они даже не знают, я могу только тебя породировать, давай последний раз, вот там сделать так, чтобы все поверили, как есть, ребят, мы на этом хотим попрощаться, и пишите в комментариях, как вам такой формат нашего общения, это как бы обо всем и ни о чем, но вместе с вами и по душам, поэтому каждый из ребят, я думаю, он что-нибудь вам скажет, это же четвертый дубль, но все-таки, я тебе верю, брат, мы с тобой, на самом деле, скажем, да короче, можете ничего не писать, ничего не пишите, просто смотрите, да, ничего не пишите, всем пока, пока, все, нет, похоже, нет, нормально, все,